здравствуйте дорогие зрители в эфире программа про бизнес и сегодня у нас гостях основатель и руководитель компании пош контроль сервис сольников роман юрьевич и мы поговорим о системе пожарной безопасности особенно актуальный жаркий период роман здравствуйте здравствуйте александр как же вы пришли в сферу производства пожар оборудование пожаротушения я захотел развиваться самостоятельно то есть создал компанию 2009 году в августе компании сейчас более 14 лет то есть мы начинали с продажи противопожарного оборудования то есть это огнетушители все сопутствующие товары к ним дальше мы начали развитие свое от аду я на сегодняшний день мы оказываем услуги в области противопожарной безопасности а вот с учетом того что рынок мне кажется уже так наполнен такими компаниями как сейчас обстоят дела насколько сложна конкуренция и вот где вы представлены то есть в нашем регионе может быть в других регионах работаете не на самом деле конкуренция большая то есть самарской области более 100 компаний которые занимаются этой деятельностью а похожий да то есть имеют лицензию на этот вид деятельности кто-то узконаправленно кто-то в довесок к охранным услугам в том числе безопасности но у нас целенаправленно основной вид деятельности это противопожарное оборудование и услуги в этой области то есть мы развивались мы все время не стояли на месте мы обучались также мы получили лицензию на обучение мы делаем повышение квалификации по противопожарной безопасности если раньше были удостоверение птм сейчас все изменилось мы получили новую лицензию соответствующей регистрации то есть мы теперь полностью делаем весь спектр услуг чтобы подключить предприятие можно обучать людей да и по у нас и дипломы мы выдаем на головой чс в том числе и на противопожарной безопасности большая большая работа на самом деле помимо того что вы производите вы еще и обучаете поколение тут да тут просто во многом хочется предоставлять весь спектр услуг чтобы подключить предприятие можно было предоставить и инструкции и приказы и разработать и в зависимости от функционального назначения объекта подготовить его для того чтобы руководители любого предприятия или там больничного комплекса какого-то или учебного заведения все они не думали о том что нужно им сделать мы готовим полностью за них потому что мы следим за документацией мы следим за нормативной базой происходит в нашем законодательстве постоянные изменения за ним нужно следить мы этим занимаемся ну и также проходим обучение я сам тоже обучаюсь периодически то есть повышая квалификацию свою в том числе и своих коллег можно сказать заставляю делать потому что мы должны двигаться вперед и стоять на месте а вот с позиции вот вашего опыта большого экспертного возможно ли было в качестве примера избежать ситуация которая произошла вот на заводе ферроне потому что был здоровенный завод 20 тысяч площадей квадратных и вот они загорелись вообще что могло привести такому пожару и что можно было бы сделать чтобы избежать в рамках вот безопасности пожарной понятен вопрос на самом деле все пожары на любых предприятиях на любых объектах происходит от нарушения противопожарная деятельность какое ведется на этом объекте то есть что-то было нарушено но это могут сказать дознаватели мчс которые могут дать точную оценку возгорания объекта не только ферроне но и любого другого объекта и от чего это может произойти поэтому тут причин много это может быть и короткое замыкание и оставлены электронагревательные какие-то приборы и без защиты оставлены например чайники в том числе без определенной защиты хотя чайник имеет защиту свою но тоже такие случаи возгорания существуют кондиционеры очень часто даже очень часто люди оставляют кондиционер недавно в пятнадцатом квартале сгорел кондиционер на основании кондиционеров может быть короткое замыкание перегревает здесь опять же тут нужно подходить комплекс ну вот если мы весь ряд спектр даже услуг предоставим то есть мы сделаем инструкции приказы расставим согласно расчет огнетушители по местам если мы установим систему пожарной сигнализации 7 пожар тушения есть человеческий фактор то есть его нужно исключить что для этого нужно нужно обучать персонал и не только назначенных по приказу но и людей которые структурном подразделении находится предприятие любого офисный допустим сотрудник какой-нибудь менеджер который приходит ну то есть возьмем например вот больницу то есть главврач назначает ответственного по приказу как правило это или кто-то охо занимается или кто-то по приказу назначается кто ответственный за противопожарное состояние но другие врачи они должны тоже проходить это обучение почему потому что в случае возникновения пожара они являются руководителями и они должны четко знать свои действия в случае возникновения той или иной техногенной обстановки то есть они у нас получается лежачие в первую очередь там выносится потом уже кто может эвакуироваться самостоятельно то есть эвакуироваться самостоятельно пути эвакуации должны быть всегда свободными не загромождать посторонними предметами и так далее а ваша компания проводит аудит вот производственных социальных объектов допустим обратился кто-то при клинике или больнице сказать что слушайте а проверьте пожалуйста насколько у нас хорошо сделано ну так чтобы мы просто для себя знали можете вот такие услуги оказывать да у нас есть эксперты эксперты эти проходят экзамены в мчс они официально заносятся на официальный сайт мчс и эти эксперты могут проверить объект сделать соответствующие замеры провести анализ есть программы сопутствующие этому мы ими пользуемся эти программы разработаны в непой и не только в эти программы химико-технологические процессы заносится тех или иных сценариев которые могут возникнуть это все просчитывается для того чтобы понять где какой может возникнуть пожар для того чтобы времени хватило для того чтобы люди могли эвакуироваться из здания по сути любой объектом торговый центр проблема часто там опять поликлиника может обратиться провести такую векцию торговый центр вообще любое здание у нас просто на самом деле все строительные нормы и правила прописаны идут от пожарных кажется вроде строительные нормы и правила вроде бы все просто и легко на самом деле нет там прописывается высота ступень проема пути эвакуации двери куда открываются закрываются то есть там много спектров которые задействованы именно с пожарной безопасности достаточно большой большой объем нормативной базы документов которые нужно знать от которой нужно постоянно развивать себя нужно обучаться и ну все к этому видео сколько у вас допустим клиентов или ареал охвата ваших там партнеров и заказчиков принципе россии это прямо вы работаете не только в самарской области но в целом по регионам россии да действительно мы работаем не только в тольятти не только самарской области мы работаем по всей территории россии мы делали объекты и в москве и в санкт-петербурге и волгограде в саратове ее шкар ле в пензе у нас был объект даже ульяновский кстати очень хороший объект был мы делали но мы даже обслуживали мегафон всего по волжье был такой у нас да то есть опыт работы с мегафоном мы полностью мегафон вот получается астрахани то есть вот это все вся вот эта ветка касаемо то есть до саранск пенза волгоград и до оренбург ульяновск казань до казань то есть вот эта вся ветка то есть эти города которые охватывались моих обслуживаю его за 14 лет работы были ли какие-нибудь секс с и которые где он не соблюдались правила либо на везде соблюдались и эксцессов не было вот слава богу что за 14 лет все те объекты которые мы монтировали где-то мы выполняли работа нигде не было возгорания нам просто видно повезло или просто мы так готовили объекты готовили чтобы они там не мы стараемся даже вот стараемся рассказывать люди с усмешкой как-то нас встречает поначалу когда ты начинаешь приводить примеры или приводить какой-то сценарий тот или иной который может возникнуть люди начинают серьезно подходить к этому вопросу задумываться вот у вас есть александр огнетушитель дома вот у меня есть машине задумывался у нас был случай из жизни то есть мы с главным бухгалтером ехали по степану разина и стояла машина загорелся под капотом пространством двигатель и многие машины начали останавливаться но всех не работа то просроченные то не работают мы остановились я четко свяжу за своим всеми транспортными средствами в том числе за транспортными средствами своих сотрудников мы достали огнетушитель успешно потушили и дальше поехали молодцы спасибо вам большое кстати была интересная смешная история натальяевском заводе противопожарного оборудования мы пригласили со всей россии всех руководителей в дпо и мы проводили в том числе соревнования соревнования по тушению пожара то есть это металлический поддон наливается вода сверху бензин это все поджигается и потом это должны тушить так вот насколько советская школа была сильная приехали спортсмены они перевернули огнетушитель ударили его об землю потому что раньше огнетушители были спиропатроны его нужно ударить там химическая реакция происходит и потом ты тушь сейчас все проще про школу огнетушителя ты выдергиваешь чеку нажимаешь и направляешь шлангом на очаг возгорать и то есть но этому и этому тоже надо тренироваться хочу сказать что это нелегко это нужно даже учиться этому битя пополнится шить но op2z показывает что он наверное как автомат калашникова на это четко да и как вы видите развитие нашего города как в его будущее и что нужно делать для того чтобы это будущее быстрее наступило я думаю самое главное это первую очередь это кадр потому что мы сталкиваемся такой проблемой средне-специальное образование к сожалению оставлять желать лучшему вот и приходится других городов приглашать где-то людей чтобы выполнять какие-то объекты потому что есть сложные объекты эта система водяного пожар тушения потому что бывают объекты массового характера большого крупного и приходится искать специалистов потому что не каждый умеет варить трубу сващики сващики вот что касается как я считаю как я вижу эту ситуацию я думаю что нужно обмен делать опытом с ведущими московскими питерскими казанскими университетами по обмену профессоров специалистов чтобы они подсказывали помогали делились опытом своим с нашими преподавателями которые здесь на местах могли бы это делать это здорово и я считаю что и средне специальные специальности будут на высшем уровне я думаю что когда высокие кадры хорошая развитая экономика должна иметь здоровую конкуренцию в том числе тогда и будет и приток людей в тольятти молодые специалисты не будут уезжать а будут только уезжать обучаться и возвращаться обратно ну грубо говоря как последует моему примеру и ваши планы и планы вашей компании на ближайшее будущее ну мои планы простые я воспитываю троих детей я хочу чтобы мои дети были должным образом воспитаны я хочу дать им хорошее образование российское образование вот чтобы они стали хорошими гражданами общества ну и конечно же хочется чтобы экономика развивалась нашего города чтобы мы тоже приносили свой вклад в том числе в в нашу экономику в наш любимый город тольятти планы предприятия нашего это не стоять на месте развиваться идти в ногу со временем развивать новые технологии есть новые технологии передовых стран нужно принимать этот опыт я знаю что в китае вот например делают интересные вещи большой торговый центр поджигают середине помимо дыма сработки датчика дымового камера обнаруживает пожар и направляется точно тушение именно в то место робот роботизированной системы круто и направляет именно в это место а мы можем такое делать это вот сейчас я видел в торговых центрах я думаю что в аэропортах они оттачивают такие вещи это легко сделать на самом деле ну это только нужен чпу то есть блок управления который может направлять я думаю что это тоже возможно сделать то есть ваша компания может освоить так ну это в планах на да с вами нет хорошая ниша перспективную до такой еще нет что же спасибо большое было очень интересно и ждем вас еще раз с новыми проектами с новыми интересными посему открытия в эфире была программа про бизнес до новых встреч в субтитрах и и